Хммм, о чём бы рассказать? Чего бы нового и интересного отрыть? Эй, вот же обложка видео! Они прекрасно знают, о чём расскажешь. Ты чё дебилов-то за нас держишь? Давай уже там орбита, эмблема крупным планом, всё как ты любишь. Я готов. Окей. Привет, Страж. Джонни Лейни на орбите, это канал Трипл Вайп, а это эмблема, которая есть только у одного процента игроков. Ага, я её хоть выбил, а видео по ней отдельно не сделал. Хмм, I don't give a fuck! Короче, у нас там новое дополнение осенью, и его вроде как даже кто-то ждёт. Луна, Эрис, Улей, Мрак, Черви, Цитадели, это всё классно, но что наши Стражики любят больше всего? Новые пушки, особенно если они не ревомерны. Особенно, если их получение не завязано на ПВП-квесте, и эти вроде как раз не из этих. Но это не точно. Инфы пока мало, официально нам толком ничего ещё из осеннего арсенала не представили, но любопытные носы игроков везде залезут в поисках лута. Так что давайте посмотрим на те экзоты, которые мы уже нащупали. Начнём, пожалуй, с экзота, который многие из вас уже видели, но не в игре, а в реале, типа. В реале. Ну, на конвенте GuardianCon был представлен внешний облик нового экзотического пулемёта. Ни названия, ни способностей и перков не называли, зато просто показали внушительный внешний вид на полноразмерные модели. Некоторые предположили, что пулемёт и вовсе окажется рейдовым экзотиком, что и правда не исключено, хотя зачем так спойлерить. Но ведь, как видно по модели, в его корпус встроен некий кристалл, внутри которого застыло какое-то насекомоподобное существо. Словно те самые застывшие сгустки смолы с москитами. Сместит ли он владыку грома или будет совсем бесполезным, как знать, но внешне вполне оригинально выглядит. Далее у нас любимая тема. Риюс. Рискин. Опять то же самое. Фантазия кончилась, ничего нового, да сколько мор... Да-да-да, вот это вот всё. Автомат Монте-Карло. Возможно, самая красивая автоматическая винтовка в истории Дестини. Самая красивая. Особенно с этими орнаментами, что добавили к её облику в конце третьего года оригинальной Дестини. Золото для фанатов Калуса, если сейчас его не хватает, например. Однако в его первозданном виде в белоснежном корпусе он выглядит очень круто. Интересно, что в первом году первой части Дестини Монте-Карло был эксклюзивным экзотиком для игроков PlayStation. Его можно было получить в качестве случайной награды. После выхода The Taken King пушку могли получить и игроки на Xbox. Её главный перк, Монте-Карло Метод, быстрее откатывал способность ближнего боя, а за убийство противника иногда и вовсе откатывал её на 100%. Частенько можно было увидеть ночных охотников, которые откатывали себе дымовую шашку таким образом, но в общей массе автомат был играбельным только в первой половине жизненного цикла Дестини. Однако каким он будет в Дестини 2, остаётся только гадать. Перк, возможно, будет изменён? Будет ли осенью что-то сделано с песочницей, что-то такое, из-за чего бы автоматы заработали? Увидим. А пока переходим к следующему экзоту. Им у нас оказывается первый в игре тяжёлый экзотический лук, то есть палка с верёвкой в третий слот. Хотя выглядит он довольно массивным. Мы не знаем, как он будет называться, не знаем о том, как его получить, но благодаря кадрам из видока, что постили разработчики, можно заметить, что в момент попадания стрелы в цель, от неё исходит ударная волна, которая не убивает противников, а расталкивает их. Можно предположить, что он будет испускать какой-то эффект при этом, что это всё будет сопровождаться взрывом и страшными звуками, но сама идея какого-то гравитационного оружия... Нет, не этого. И не этого. Сама идея мне нравится. Можно в ПВП пулять на точку и расталкивать соперников, пытающихся её захватить. Ну и разумеется, жду не дождусь, когда рейдовых боссов будут этими стрелами скидывать в пропасть. Как сами знаете кого. Ещё одна лучевая винтовка, мы же их так любим. Напомню, сейчас их три. Холодное сердце с электрической энергией, линза Прометея с солнечным уроном и волнолом с пустотным. Он, кстати, до сих пор эксклюзивный на PlayStation, но осенью, как мы знаем, оковы эксклюзивности спадают, а значит, с волноломом смогут поиграть и ПК-игроки. Ну и фанаты Xbox. Новая винтовка, судя по цвету луча, также будет скорее пустотной. И как в двух словах описывают её разработчики, она будет создавать вокруг цели сферу с критическим уроном. Если судить только по этим крупицам информации, то оружие явно заточено под ПВЕ активности. К тому же для урона пожирным мобам. Ещё одно саппорт оружия в духе буксировочной пушки? Почему бы и нет? Выглядит она очень круто, чем-то напоминает вексов или тематику осирисовского дополнения. Ну и чего, делаем ставки, будет ли она такой же сломанной в первые дни, как линза Прометая? Или нет? Надеюсь, да. Следующий экзот. Револьвер. Экзотический револьвер... Их много не бывает, мы знаем, так что держите ещё. Высокоимпактный, самый мощный револьвер в игре. Наверное. Его особенность в оптическом прицеле, прямо как на снайпе какой-нибудь. А про перк известно целое ничего. Но есть воля предполагать, что урон он будет наносить и правда огромный, но только при получении урона самим стрелком. Например, как можно вспомнить, нечто подобное было у Touch of Malice в первой части. Пушки, которая наносила высокий урон, но при том дамажила и стрелка. Возможно, будет аналогичная механика, учитывая, что у Банджи уже был опыт превращения ярких экзотов из первой части в револьверы для второй Destiny. Не знаю, насколько большой урон в итоге будет у этого ствола, но будет интересно, сможет ли он потягаться с идеальной эпидемией, например. Кроме того, уже на монтаже я обратил внимание, что на корпусе револьвера можно заметить символ, который принадлежал другому экзоту из первой части, дробовику Invective. Этим символом обозначался одноименный перк, фишкой которого было создание патронов в боезапас дробовика просто из воздуха. Может ли это быть намеком на то, что такой перк будет и на этом револьвере, или же мы получим несколько видов оружия с этим символом, в том числе, возможно, сам Invective? Как знать? Но интересная деталь. Следующий экзотик заметить было непросто. Многие это упустили, смотря видок от Банжи, но на 0.38 секунде видео мы можем уловить этот узнаваемый корпус и приклад. Да, еще один возврат из первой части. Винтовка No Time To Explain. Делаем ставки на то, как локализуют ее название в комментариях. Эта винтовка имеет долгую историю, которую я обязательно расскажу, если эту импульсовку и правда вернут в игру. Однако, может от нее возьмут только оболочку и превратят в легендарку, или в синьку. Перк у нее был банальнейший, автоперезарядка после попадания в Крит. Так что, если винтовку вернут, то я бы точно хотел, чтобы перки как-нибудь переработали. К слову, квест на ее получение во втором году игры, один из моих любимых в Destiny. Надеюсь, что в случае возвращения она будет получаться также непростым рандомным выпадением из НГРАМ. Итак, безымянный пулемет с насекомым внутри, автомат Монте-Карло, неизвестный револьвер с высоким уроном и оптическим прицелом, первый лук в третий слот, возвращение импульсовки и лучевая винтовка с претензией на саппорт функции. Что ж, неплохо. Разумеется, это не все экзотики. Будут и секретки, и экзотические фрагменты брони, но пока официально анонсировать никто ничего не спешит. Так что ждем. Если тебе понравился ролик, не забудь поставить лайк, подписаться на канал, и я надеюсь, услышимся с тобой в следующем видео. Удачи, Страж! 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 Страж!